Сотворение Вселенной Объясняет Рамбан Это глубокая тайна Которую невозможно постичь Из простого понимания слов Торы Но ясное понимание этого процесса Достигается только на основе устной традиции Кабалы, восходящей к нашему наставнику Моше Который получил это от Всесильного с горы Синахи Творец извлек из полного ничего Тончайшую основу Точку посередине безграничного своего света Он ограничил себя ради того, чтобы сотворить мир И в этой точке была заключена созидающая энергия Которая готова принять форму Это первоматерия До материи У греков это называется аюли Тоху И невозможно человеку дать определение этому А потом из этого Из этой созидающей энергии Заключенной в этой точке Он творил все миры И уже он не творил ничего Но только облекал форму Первая строка Торы Не указывает нам на порядок сотворения Казалось бы Небо и земля были сотворены первыми Отвечает Раши Тогда нужно было бы сказать Беришона А не Беришит Ради двух начал Сотворил Творец Все небесное и все земное Ради Торы Которая называется началом его путей И ради народа Израиля Который называется Начало его посева Первым Был сотворен свет Как сказано в Торе Во йомер-элуким Ии-ор Во-и-ор И сказал Творец Чтобы был свет И стал свет И это точка света Которая включала в себя Всю энергию А потом она облеклась в форму А Медраж Танхума говорит Когда возводят дворец Сначала Выкапывают фундамент Потом строят первый этаж Второй и третий Но это не так Когда Творец творил мир Он сначала создал духовные миры А только потом создал землю И так Творец Сотворил мир С помощью 32 путей Своей мудрости Которые включают в себя 22 буквы Нашего святого еврейского алфавита И 10 сферот 10 каналов По которым проходит его свет И это 32 раза упоминается В творении первозданном Имя Элуким Это имя Творения И только потом Когда говорится Про сотворение человека Впервые появляется имя Авая Четырехбуквенное имя Творца Которым сотворены все миры И в конце концов Наш материальный мир Но когда было сотворено время Объясняет наши святые книги Что Б решит Бишвиль решит Ради начала Сотворены небо и земля Если есть начало Есть продолжение И есть завершение И это то Что Творец сотворил Первым был сотворен Свет Свет семи дней творения Но где он сейчас? Творец спрятал его Для праведника В будущие времена А тот свет Свет Солнца Которым мы пользуемся здесь Он вмещает в себя Только часть этого Безграничного света В свете Этого Великого света В Ган-Эдене Первый человек Адам Видел от края света И до края света Он Первый человек Был творением рук Творца В отличие от всего творения Он был Сотворен Вначале Творец сказал Нас и Адам Сделаем человека А потом Он сотворил форму И вдунул в его ноздри Душу живую От кого вдунул? От себя вдунул Это сказано И будет человек Живой душой Руахмы малеля Духом говорящим И в этом он будет Подобен Творцу мира По образу И подобию Внутри человека В нем заключены Все силы мира И единственный человек Обладает свободой выбора Но для чего? Для чего Творец Дал человеку Свободу выбора? Чтобы он выбрал Служить Творцу По своему Свободному желанию И это тот Основной стержень Ради которого Сотворен мир Все то Что сотворил Творец Не сотворил Но только Ради проявления Своей славы Через кого Может Проявиться Его слава? Через того Кто выбирает Это По своему Свободному желанию И Наши Святые книги Говорят Что Творец Сотворил Все миры Ради того Чтобы проявились Его имена По моим действиям Я называюсь Для кого Нужно имя? Я знаю Меня зовут Цвипатлас Но я не обращаюсь К себе Уважаемый Равениссимус Цвипатлас Можно к вам Обратиться Для кого Нужны имена? Для других И если Человек Открывает Эти имена Если он Получает Право Обращаться К Творцу Мира В молитве Это Великий почет Царя мира Что я Обращаясь К нему Принимаю На себя Полностью Его царскую Власть Через меня Он Открывается В мире Как царь И в этом Я подобен Творцу Свободой Выбора И Возможностью Говорить И обращаться К нему В молитве Субтитры